Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами я, Вероника Артишевская, биолог, ландшафтный дизайнер, научный сотрудник и преподаватель биологического факультета БГУ. Сегодня я расскажу вам, как помочь растениям лучше пережить зиму, чтобы они радовали вас впоследствии еще долгое время. Что же происходит с растениями зимой нашей агроклиматической зоны? Это Беларусь, Россия и близкие по климатическим условиям регионы. Организм растений и его физиологические процессы перестраиваются на зимний режим. В клетках меняется химический состав, образовывается так называемый зимний антифриз, который снижает температуру замерзания клеточных растворов. Поэтому растения, собственно, и не замерзают зимой. Многие растения могут выдерживать температуру до минус 60. Но коварная природа иногда с ними играет злую шутку. Иногда, например, когда наступают нетипичные погодные условия, аномально теплые зимы или слишком контрастные зимы с резкими температурными перепадами. И тогда мы можем им помочь. Ну, во-первых, нужно понимать, что лучше всего в ваших садах будут чувствовать себя растения именно в вашей агроклиматической зоне. Именно у этих растений сформированы адаптации к условиям произрастания в вашей зоне. А вот с растениями более южных регионов, регионов нам придется повозиться. Так как они не привыкли к нашим условиям произрастания, они привыкли жить с более длинным световым днем, с более длительным периодом вегетации. Поэтому такие растения плохо входят в зиму и плохо из нее выходят. И нам необходимо им помогать. Это и зимнее укрытие, и притенение для того, чтобы сократить им световой день. Есть еще такая опасность зимнего и ранневесеннего периода. В наших широтах так называемые температурные качели. Когда растения сильно разогреваются днем и затем ночью сильно охлаждаются. Также есть такие циклы, которые называются оттепель-заморозок. Это когда, например, в январе, феврале, даже может быть в декабре, есть некий период длительной положительной температуры. То есть температура держится неделю и более плюсовой, даже может доходить до плюс 10, а потом уходит в резкий минус. Безусловно, растения от этого сильно страдают. Например, когда разогревается кора растений, клетки коры и камбия пробуждаются, а потом резкий холод и клетки погибают. В результате на коре появляются темные пятна, кора отслаивается, растрескивается. И, соответственно, это приводит к различным негативным последствиям в дальнейшем. Также в результате сильного переохлаждения происходят разрывы коры, образовываются так называемые морозобоины. В дальнейшем в местах морозобоина могут образовываться на стволах язвы и идти дальнейшие негативные процессы. Так называемые температурные качели могут быть опасны также для хвойных растений. Когда, например, днем хвоя разогревается, а корневая система еще заморожена, она не может обеспечивать растение достаточной влагой, в результате происходит иссушение хвои, так называемые ожоги хвои. Как же мы можем в этих случаях помочь нашим растениям? Ну, например, лиственные растения с темной корой, это декоративные клены, рябины, плодовые деревья, мы можем защищать различными нетканными материалами, например, спонбондом, забинтовывая их. Ну, это для тех, кому не нравится, например, их белить или красить. Но также плодовые, в частности, растения мы можем белить и красить. Помимо каких-то нетканных материалов, можно использовать, например, тростниковые маты, тоже для защиты растений от температурных перепадов и растрескивания коры. Хвойные растения, которые особенно подвержены вот к таким ранневесенним ожогам, это могут быть и кипарисовики лавсона, ели канадские, ну и какие-то другие растения, необходимо притенять. В качестве материала для притенки можно использовать сетку-теневку, тот же белый спонбонд. И я хочу подчеркнуть, что спонбонд, сетка-теневка не является утепляющим материалом для растений, а это материал для притенения, то есть для защиты растений от ранневесенних ожогов. Также снизить шанс резкого промораживания корневой системы может защитный полив, который можно проводить в том числе зимой. Что же такое защитный полив? Вот сейчас я вам немного о нем расскажу. Это когда за 2-3 дня до ожидаемых заморозков мы поливаем растения. В принципе поливать растения можно и во время заморозков. Когда же это актуально? Ну например, в январе, в феврале бывают очень малоснежные зимы и есть риск резкого во время заморозков промораживания корневой системы. Вот тогда наш защитный полив будет для растений важен. Такой полив мы можем провести растениям не только тем, которые растут в открытом грунте, но также он будет актуален для контейнерных растений, то есть тех растений, которые выращивают в неких емкостях, в ограниченных условиях, круглогодично. Нам нужно обеспечить полив при корневой зоне. В среднем на одно растение вам понадобится 2-3 литра воды, до 5 литров. То есть все это зависит от размера растения. Влажная почва, она лучше будет сохранять тепло, снизит вот этот резкий температурный скачок, образуется тепловая завеса и растениям будет легче пережить вот этот температурный минус. А в заключении я вам расскажу, как правильно выбрать хвойное растение в контейнере, для того, чтобы оно не только вас порадовало на новогодние рождественские праздники, а чтобы его было можно впоследствии высадить в сад. Для начала хочу вас предупредить, что хвойные растения, в частности новогодние ели, это может быть пихта или сосна, они могут иметь разное назначение. Иногда питомники специально готовят растения сугубо для новогодних инсталляций. Такие растения могут быть высажены в контейнере, но они не подготовлены для дальнейшего выращивания в саду. У них может быть не сформирована, обрублена корневая система. И, конечно же, такое растение вряд ли, как бы мы ни старались, приживется в открытом грунте в вашем саду. А есть растения, которые выращивались в питомнике для дальнейшего их выращивания в садах. Вот именно такое растение и нужно выбирать для этих целей. То есть нужно поинтересоваться в питомнике, для каких целей растение выращивалось в контейнере. Ну вот это первое правило. Второе правило. Нужно покупать растения не в магазине, не те растения, которые достаточно длительный период находились в теплом помещении. Желательно растения и необходимо покупать на открытых зимних площадках. То есть растения, которые были выставлены в питомнике и не перемещались в помещение. Вот мы купили такое растение, принесли его домой, поставили, украсили. Желательно, чтобы растение в комнатных условиях находилось не больше недели. Здесь нам необходимо следить за влажностью почвы. То есть растение нужно немножко поливать, чтобы почва в зоне корней не пересыхала. Дальше, через неделю, мы, к примеру, планируем нашу елочку, может быть пихта, сосна, еще раз повторюсь, высадить в открытый грунт в нашем саду. Перед выносом или высадкой растения в открытый грунт, его нужно обильно полить. Почему полить? Ну, мы об этом разговаривали ранее. То есть вот, чтобы снизить этот резкий температурный скачок. Также я рекомендую, по крайней мере, в первый год посадки, в первое время после посадки растение все-таки притянить. Любое, неважно, будь то это ель обыкновенная, или пихта, или сосна. Если у вас все-таки нет возможности высадить растение в открытый грунт, но при этом вы хотите его сохранить для дальнейшей посадки весной, его можно вынести на балкон, лоджию. Конечно, лучше, чтобы оно стояло в условиях приближенных к условиям открытого грунта, то есть неутепленный балкон, холодный балкон. Но если такового нет, уже как получится. В любом случае, это не комнатная температура, и шанс сохраниться растению при более низкой температуре будет выше, чем при прочих равных условиях. Если вы, например, захотите его оставить в комнате, при комнатной температуре, здесь уже точно у него не будет никаких шансов. Еще небольшой совет. В течение той недели, когда наше хвойное растение будет находиться при комнатной температуре, очень важно не постараться, по крайней мере, не вывести его из состояния покоя. Поэтому классические рекомендации по поводу опрыскивания комнатных растений водой, а тем более какими-либо стимуляторами, крайне нежелательны. Надеюсь, что мои рекомендации по зимнему уходу за растениями вам будут полезны. С наступающим вас Новым годом и Рождеством! С вами была Вероника Артишевская. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал.